Теперь, когда мы научились 6 задач, давайте научимся восстанавливать свет. То есть, вы давайте не только редакционное расстояние, но еще как его можно получить. Давайте, например, так же, как в теории мы делали, будем выводить в соответствии буквам одного слова буквы другого слова. То есть, вот такое выравнивание букв относительно друг друга, по которому будет видно уже, как получить такое редакционное расстояние. Как построить такое выравнивание, вы уже знаете, нужно идти опять с конца. Сначала поставить две последние клеточки, потом две предыдущие и так далее. Каждый раз, смотря массив динаметического программирования, какое действие лучше сделать. Ну, поехали. Давайте начнем с того, что у нас есть полная первая строчка и полная вторая строчка. n будет равно firstLength, m равно secondLength. Теперь по очереди будем отрезать от нее по одному символу, пока строка не кончится. Так, ответ будем хранить в двух, во-первых, стрингах. Первый стринг будет хранить первую строчку, firstLine, вторую и вторую строчку, firstSecondLine. Это будет первая и вторая строчка, соответственно, выровненные с помощью defices, так же, как на теории будем делать defices. Соответственно, там будем собирать наш ответ. Поехали. Пока у нас что-то осталось, будем добавлять символы. Этого придется переписать вот эту всю картинку, к сожалению. Давайте я все отсюда возьму. Так, делаем. Если n равно 0, такого не бывает. Случай, действительно, как нам подсказывает идея, вот в этот if мы никогда не зайдем. Можно его сразу убрать. Если n равно 0, давайте я напишу здесь больше. Что нужно сделать? Если n равно 0, нужно всегда вывести вместо первой строчки defices, вместо второй символ второй строки. Давайте firstLine равно defices плюс firstLine. Это будет тормозить, я уже объяснял почему. Давайте в конце это исправим. Пока что просто так напишу. SecondLine равно secondCharge n-1 плюс secondLine m-1. Вот, смотрите, что мы сделали. К первой строчке вначале добавили минус, а ко второй добавили последний символ второй строки. И уменьшили длину второй строки. То же самое, если m равно 0, у нас сделать то же самое, только наоборот. Нужно к первой строчке приделать последний символ первой строки. А ко второй приближать минус. Ну, конечно, самые сложные случаи, смотрите. Здесь мы просто брали минимум из трех чисел. Сейчас надо немножко сделать сложнее. Нужно просто не взять минимум. В зависимости от этого минимума будет меняться действие, которое мы делаем с firstLine и secondLine. Поэтому давайте это минимум перепишем в виде трех if. Давайте, например, это сделаем так. Давайте напишем. Если res1 меньше равен res2 и при этом res1 меньше равен res3. Я сейчас не очень красиво пишу, потом все перепишу. Если res1 меньше равен res2 и меньше равен res3, то res1 это минимум. В этом случае нужно сделать действие, которое написано здесь. Если это написано здесь, это, естественно, от второго строчки отрезать символ, а от первой нет. Давайте вот так вот здесь мы забыли сделать. Так. Иначе. Иначе, если res1 не минимум, нужно выбрать минимум из res2 и res3. Посмотрим. Если res2 меньше равен res3. Что такое res2? Это действие, когда мы отрезаем от первой строчки, а от второй не отрезаем. То есть вот это вот. Так, наконец-то, если ни то, ни другое не сработало, да, то нужно взять отрезать обеих строчек. Давайте возьму одну из этих и скопирую вот эту вот сюда. Отрезать обеих строчек по символу и уменьшить оба счетчика. Так, это нам уже не нужно. Вот, получилось немножко громоздко, но он должен работать. Давайте потестируем. Ну, чтобы тестировать, давайте возьмем тест поменьше. Слишком большой. Запустим нашу программу. А, мы забыли вывести. Так, выведем first line и second line. Ну да, вот вы видите, как выбилось соответствие символов друг к дружке. Вот мы удаляем e, да и i остается, s добавляется, t остается. Вот здесь нужно сделать замену i на a. И n остается, же заменяется на c. Итого у нас раз, два, три, четыре, пять действий нужно сделать. Все работает, все прекрасно. Давайте напустимся к какой-нибудь большой строчке. Давайте опять сгенируем большой тест. Опять у нас 10 тысяч символов. Запустимся. Ну вот, смотрите, за полтора секунды отработало. Вот тут есть какие-то совпадения даже. Вот здесь вот есть u совпадает с u, вот здесь d совпадает с d. В целом похоже на правду. Какие-то рандомные символы, поэтому сложно понять, можно ли сделать лучше. Но в целом похоже на правду. Чтобы работало немножко быстрее, можно, например, вот здесь вот, вместо того, чтобы использовать стринги, как я уже говорил в прошлый раз, отработать за квадрат. У нас так работают за квадрат, поэтому не очень страшно. Но в целом вот здесь вот, чтобы каждый раз не приближать к строчке один символ, можно сделать опять же стринг-билдеры. Единственная проблема, что стринг-билдер можно прибавлять не слева, а только справа. Поэтому сейчас прибавлять будем не слева, а справа, а в конце развернем. Здесь сделаем append-минусик. Так, просто вот так. Second line append символ. Ну и здесь точно так же можем приписать все. Так, тут append-минусик. Так, здесь тоже append-минусик. Еще много капипасты, к сожалению. Осталось немножко. Все, в конце нужно теперь развернуть allStreamBuilder. Для этого есть метод reverse, просто бьет, разворачивает все байты за внутрёд. Вот стал чуть-чуть быстрее. На самом деле, основную часть теперь занимает, собственно, вычисление результата, а не вывод. Поэтому та часть, которая выводит, стала работать быстрее, а та, которая вычисляла, она всё ещё работает в секунду. Давайте этот код немножечко перепишем, чтобы было поаккуратней. Для этого заведём два буллиона. Нужно двигать первую строчку и нужно двигать вторую. Если он нулю, то мы делаем move, move, наоборот, move, да, moveSecond. Так, это убираем. Здесь делаем moveFirst, это убираем. Здесь делаем moveFirst, здесь делаем moveFirst, здесь обе. Отлично. Вот эта часть стала компактнее, логика стала более видна, лучше. Теперь в конце сделаем yes. Если moveFirst, тогда сделаем вот это вот так. MoveSecond. Тогда перепишем со сна. А иначе нужно к FirstLine добавить... И здесь точно так же иначе к SecondLine нужно добавить минусик. Вот стало немножко покрасивее, потому что вот здесь вот осталась только логика, а вот здесь вот добавление мы вынесли в конец. И все одинаковые части у нас сразу схлопнулись в одну. Проверим, что всё ещё всё работает. Ну да, вот почему-то... Ну это, видимо, флуктуация, просто она сейчас работает 1.2, работала 1.1. В целом это одно и то же. Так, вот мы научились финализировать ответ. В более сложных задачах бывает удобно делать по-другому. Смотрите, вот сейчас мы, по сути, два раза делали одно и то же. Мы сначала при вычислении сделали вот эти все ифы красивые, а после этого при восстановлении делали ещё раз все те же самые ифы. Из-за этого у нас логика дублируется в двух местах. У нас вот здесь вот есть логика, да, и вот здесь есть точно такая же логика. Это, вообще говоря, не очень хорошо. Если задача будет посложнее, это будет, естественно, ещё хуже, потому что у нас в двух местах будет место, если мы в одном месте что-то изменим, нужно будет не забыть сменить во втором месте. Чтобы такого не было, давайте ту логику перенесём сюда. Для этого вот эти вот boolean move first and move second мы запомним там же, где мы вычисляли значение массива. То есть мы одновременно со значением массива d запомним значение переменных move first and move second. Давайте для этого move first немножко делаем массивами. тоже такого же размера. и там будем записывать, нужно ли двигать следствующий указатель в оптимальном решении. Так, ну давайте вот здесь, то есть надо поставить move если оно равно move, тогда move second nm равно true иначе вот здесь нужно так потерялся о move first nm равно true иначе вот здесь вот добавим те же самые if вот отступительность скоперным с если резко минимумом тогда все, как а там и и резулт равно рез-один, то есть я вместо этого минимума запишу те же самые три if-а, вовсе будет nl, равно рез-два, все, всю логику мы принесли в первые циклы, теперь из основления ответа ее можно вообще убрать, вот это вот все можно отсюда убрать, теперь все вычисляется там, здесь мы берем moveFirst, теперь nl, и здесь moveSecond nl, в самом деле нельзя так делать, потому что здесь мы уменьшаем n, здесь будет другое n, давайте их запишем в переменные какие-нибудь, сделаю не очень красиво, но moveFirst, а это moveSecond, запишем где-нибудь вот здесь, смотрели нужно ли двигать первый указатель, нужно ли второй указатель, если нужно, то подвинули, второй теперь цикл стал намного компактней и понятней, вся логика переехала вот сюда, да, все еще работает, перестал работать немножко подольше, потому что теперь три массива целых нужно заполнять, зато все понятно.